Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Были токсичные отношения 5 лет назад, в которых я получила психологическую травму, был абьюз, рукоприкладство, манипулирование. Я ушла из этих отношений и сейчас очень счастлива со своим женихом. Но чувство обиды, почему со мной произошло, если он так со мной поступал и последует меня. Также не могу простить себя, что позволило вообще всему этому случиться, почему я была такой глупой, что позволило какому-то дебилу такое вытворять. Как вспомнится в какой-то момент, хочет, чтобы он был унижен, переломал все свои кости, в общем, от чистого сердца извинился. Понимая это с его узким мышлением, вряд ли такого дождусь. Что мне делать, я прекрасно осознаю, что это все в прошлом, но чувство униженности не дает мне свободно вдохнуть в полной мере и наслаждаться жизнью сполна. Сейчас и характер мой изменился, стал островозный и раздражительный. Смотрите. Во-первых, если у вас психологическая травма, то ее необходимо прожить. Равно как и чувство обиды. Вы это не прожили. Вы подавляли, заменяли на обесценивание, на агрессию и так далее. То есть, иными словами, вы делали все для того, чтобы как-то не чувствовать этого. С этими чувствами вам необходимо столкнуться и их прожить. Потому что в противном случае они будут вас вот так отправлять на постоянной основе. Это первое. Второе. Вы говорите, что вы не можете себя простить. Связано это с тем, что вы видите только результат таких отношений, но вы не обращаете внимание на то, собственно говоря, ради чего и для чего вы в принципе в этих отношениях были. Чего вы хотели. Я думаю, что вы хотели защищенности. Я думаю, что вы хотели стабильности. Я думаю, что вы хотели уверенности какой-то в себе. Ну, уверенности во внешнем мире, потому что ее у вас нет. Люди вообще попадают в абьюзивные отношения, вообще в отношения такие деструктивные, созависимые. Как правило, из поисков защиты. Получается это так, что я не очень доверяю себе, я не очень умею себя защищать. Вот. И еще это в другом человеке. Другой человек это чувствует, получает власть, начинает ей пользоваться в итоге то, что вы описываете. Поэтому необходимо вспомнить, чего вы хотели. Для чего вы в этих отношениях были. Что вы чувствовали к человеку. Дальше. Чувство несправедливости, которое у вас есть. Это оправдание для выражения каких-то других чувств. Например, своих предпочтений. Например, своих желаний. Например, это бегство от чувства стыда, от страха одиночества и так далее. Также, это некий запрет на проявление агрессии. На проявление злости. Вы говорите, что вы стервозный и раздражительный. Это не совсем так. Любой человек может быть раздражительным и стервозным. Дело немножко в другом. В том, как вы такой стали. За счет чего ваш характер изменился. Вы пишите, я унижена. Вы унижаете сами себя. И важно увидеть, как вы это делаете. Например, вы приходите в отношения, чтобы получить, к примеру, ну вот, просто, к примеру, чтобы получить, допустим, уверенность. Да? Допустим. 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 Вот. Далее. Вы это не получаете. То есть, ну, вы не получаете уверенность в, ну, вот, в себе. Допустим. Да? Вот. Вот. Вы не можете, ну, вы не можете получить, вот, уверенность в себе, к примеру, по какой-то, ну, вот, по какой-то причине. Вот. И что происходит дальше? Собственно говоря, дальше вы пребываете в такой, вернулась на место и, своего рода, надежда. Надежда на то возникает, что все изменится. Понимаю тебя, какая штука. Вот, но в этом смысле, к сожалению, ничего не меняется, вот, вы снова и снова, как бы, ну, надеетесь, снова и снова вы рассчитываете получить, вот, то, что вам нужно, и снова и снова ничего не выходит, и вот это ощущение, что вы, действительно, себя принижаете, оно только крепнет, только крепнет, к сожалению, вот, то есть это, ну, в данном случае, нормально, к сожалению, только по факту, получается, что унижаете вы себя, прямо, вот, именно тем, что, вот, как-то вы к себе, в этом смысле, глухи, то есть вы просто не слышите себя, вот. И, конечно, у этого есть свои причины, поэтому опустительную униженность нужно просто в какой-то степени признать, признать то, чего вы хотите. Вот именно, чего вы хотели бы, признать свое желание. А это, обращение внимания на то, как вы выстраиваете отношения с, ну, вот, с людьми, вот, как вы выстраиваете отношения с мужчинами, каким образом вы выстраиваете отношения с мужчинами, вот, и так далее, понимаете, да? То есть это вот такой достаточно важный момент, а на все это вы, как видите, внимание свое, к сожалению, не обращаете от слова, ну, от слова совсем, вот, и это, как мне кажется, большая, ну, большая проблема, вот, понимаете, какая штука. И идея, моя идея выключается в том, чтобы, вот, помочь вам увидеть то, чего, с чего же вы, в общем-то, хотите. Хотите разобраться в себе, так скажем, получше. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь за помощью.